здравствуйте дорогие телезрители и конечно же подписчики на моем канале голова садовая очень рада нашей встрече и сегодняшняя тема будет очень даже развеселая вот смотрите что получается начинаем посевной сезон и сразу встает вопрос а во что же сеять что же добавить а что же за земля а где же взять это каждый год одно и то же ну садовую землю ведь можно использовать если вы ее про парили или прожарили на мангале там на бочке на железном листе насыпали да там костерчик развели я все это уже рассказывала и показывала потом приходит момент когда нам надо уже как бы посеять до смешать все эти почвы которые у нас есть и мы как правило мы уже к этому привыкли это хорошая практика и ничего такого чтобы заменила пока то что мы используем я конечно же говорю о кокосовом брикете и торфяных таблетка вода бы конечно желательно теплая может даже и горячая выливаем ее вот в контейнер и в этом же контейнере мы сделаем смесь для того чтобы потом посеять сюда рассаду ну нальем половина этой бутылки брикет у нас не очень большой и для начала я опущу туда вот эти две таблетки и вы будете смотреть и видеть что с ними происходит они должны смочиться водой у них есть чехлики видите а вот здесь вот есть вот такая дырочка ложи для семечки но если вы сеете семена земляники петуни либо еще чего-то что должно быть на поверхности размочив эту таблетку нужно снять чехлик с обратной стороны и положить семечка вот сюда она должна лежать ровно на поверхности они в углубление для огурцов помидор и прочих конечно в углубление и слегка пригрести но сначала мы их размочим а я пока распакую кокосовый брикет вот аккуратненько все это нужно делать потому что запаковано просто как хороший продукт убираем упаковку смотрите здесь не просто вам бумажка положено да здесь написаны все рекомендации как это сделать зачем это сделать сколько воды и что у вас из этого получится опускаем воду можно перевернуть вот там смочилась поверхность обратная посмотрите как быстро входит туда вода просто мгновенно а теперь внимание вот она подкормка для рассады и мы введем ее в эту воду для того чтобы наш брикет впитал себя не просто воду можем даже полить и сверху посмотрите все равно это недостаточное количество жидкости и впитается ну вот два колпачка на один литр воды два колпачка я вылила здесь у нас полтора литра мы воду будем добавлять если ее будет недостаточно и теперь кокосовый брикет пропитанный удобрениями в смеси с водой он будет нести все органа минеральная вещества для нашего маленького сходика для нашего растения и будет кормить его и поить то мы сами конечно будем но кормить будет именно то что мы сделали а вы обратите внимание посмотрите вот прошла одна буквально там минута даже не прошла кокосовый брикет начинает разбухать просто замечательно перевернем его вот так вот чтобы все органа минеральная еще и с другой стороны пропитала и добавляем воды воды будет конечно мало он еще в середине сухой на каждом брикете на упаковке написано какое количество воды нужно налить для размачивания они все очень разные есть очень большие толстые такие есть средние а есть вот такие маленькие но этот маленький принесет вам 4 литра замечательного субстрата обратите внимание на таблетку вот что из нее получилось посмотрите так малышка малышку надо перевернуть она плохо набирает влагу да она немножко горбатится на одну сторону но это потому что вода может быть слой какой-то там очень плотный она поступает пока неравномерно но в итоге вот еще минуты не прошло посмотрите видите какая прелесть она еще поднимется сантиметра на 2 и тогда если это помидоры если это культуры которые сеются на глубину определенную тогда вот сюда если это земляника если это растение которое поверхностно сеется тогда придется раскрыть чехлик вот с этой стороны внимательно смотрите пожалуйста чтоб потом вопросов не возникало ой я не так посеяла нет все должно быть так посеяла и теперь вот на эту поверхность на эту почву которая здесь видно мы просто плашмя положим семечко и не будем его закапывать земляника петунья дельфиниумы там масса растений лобелии это все сеется поверхностно все что закапывается вот сюда в ямочку а потом загрести конечно мы будем делать почва смесь в чистый кокосовый брикет можно сеять но почва смесь все-таки лучше значит на 10 литров какой-либо почвы которую вы купите или привезете с дачи только пропаренную обязательно или прогретую очень хорошо нужно значит добавить можно и перлита это например маленькие горошки пенопласта так он называется можно добавить вермикулита агро вермикулит замечательная вещь можно добавить чего угодно чего вы захотите помните что болезней там быть не должно и на каждый литр воды для размачивания брикета вы должны два колпачка обязательно ввести туда в эту воду два колпачка вот такого удобрения для рассады чтобы потом к этому не возвращаться не бегать не искать и не знаем когда полить а когда подкармливать а там все уже будет услышьте меня вот и молодцы всего доброго вам и до свидания